Продолжение следует... Мы поговорим про хаотическую динамику в дифференциальных уравнениях, попробуем построить, по крайней мере, одну из систем, в которой реализуется отображение, похожее на отображение подковы с мыла, которое мы обсуждали в прошлый раз, и которое владает хаотическим поведением, и там разные другие штуки, тоже посмотрим, если останется время. Значит, моя текущая цель – это реализация подковы с мыла в дифференциальных уравнениях. И первое замечание, которое я хотел сделать, это то, что подкова с мыла структурно устойчива. Что это значит? В прошлый раз мы задавали отображение подковы довольно жестким образом. Мы говорили, что вот это у нас есть какой-то квадратик, что мы его делим ровно на пять частей, что эти части ровно одинаковые, что у нас получаются две горизонтальные полоски такие, что они составляют ровно одну пятую часть от всего квадрата, каждый из этих полосок. И дальше каждый из них ровно по горизонтали сжимается ровно в пять раз и ровно по вертикали растягивается ровно в пять раз, а потом ровно параллельным переносом накладывается так, чтобы получилось из вот этой штуки, допустим, сейчас чем-то там из вот этой штуки получилось бы такая вот вертикальная полоска, идеальная вертикальная полоска, а наоборот из второй должна получиться вот такая полоска. И все это задавалось какими-то очень четко заданными афинными отображениями, то есть умножение. На семинаре вы даже какие-то явные формулы писали, которые все это задают. Но на самом деле дальше, если внимательно посмотреть на то, как мы доказывали разные свойства про это отображение, мы, конечно, там пользовались явными утверждениями про то, как отображение подковы действует на координаты точек и все такое прочее. Да, там переводили карнаты в пятеричную систему исчисления, смотрели, что на самом деле это отображение подковы, это просто сдвиг некоторой последовательности. Было такое на семинаре? Я пока, о мере, придумывал какие-то такие задачки. Вот. Но на самом деле, если посмотреть как бы на картинку, на геометрию, то можно догадаться, что какие-то похожие, по крайней мере, свойства на те свойства, которые мы нашли у этого отображения подковы, что какие-то похожие свойства будут сохраняться и в том случае, если мы эту картинку немножко пошевелим. Рассматриваем вместо афинных отображений, рассматриваем какие-то нелинейные отображения, которые близки по своим свойствам к соответствующим линейным отображениям. И, ну, в общем-то, можно показать, что все примерно сохраняется. То есть, ну, представьте себе, что у меня не вот такая вот ситуация, а такая же, только чуть-чуть смещенная. Вот. Не такая картинка. А у нас тоже был какой-то квадрат. И здесь была полоска, которая была не идеальная, такая горизонтальная полоска, какая-нибудь вот такая полоска. И мы эту полоску, ну, тоже сжали и растянули. Давайте вторую полосу тоже как-нибудь нарисуем. Мы эту полосу тоже сжали и растянули. Ну, вот, не обязательно тоже линейно, не обязательно идеально во всех точках с одинаковой степенью сжатия и растяжения. Просто мы точно знаем, что мы ее в горизонтальном направлении сильно сжимаем во много раз. В вертикальном направлении сильно растягиваем. Вот. И получаем там вместо вот такой вот горизонтальной полоски, ну, представьте себе, что я ее сначала превратил вот в такую вот. Потом я ее наоборот вытянул, она получилась какой-то вот такой. Ну, и дальше, значит, наложил саму на себя тоже как-то примерно. Она теперь не обязана быть прям вот совсем вертикальной, она может быть примерно вертикальной. Как-нибудь вот так. Вот. И получилась вот какая-то вот такая штука. Вот. И то же самое со второй полоской. Вот. На самом деле, понятно, что всякие вот эти вот аккуратные рассуждения с физичной системой счисления после этого ломаются. Но основные геометрические механизмы, которые приходили к возникновению здесь хаотической динамики, они сохраняются. Потому что что для нас было самое важное? Для нас самое важное было то, что, вот, например, ну, что я подразумеваю, когда говорю про хаотическую динамику? Я подразумеваю то, что две точки, которые были когда-то очень близки. Я выбрал две какие-то точки. Здесь одна точка, здесь рядом с ней другая точка. Я думаю, что в результате всех вот этих вот манипуляций, в частности, самое главное, в результате вот этого растяжения, эти две точки, каждый раз расстояние между ними, вычисляемое вдоль вертикальной координаты, оно каждый раз увеличивается во сколько-то раз. Ну, хорошо, исходно оно увеличилось там в пять раз, в той подкове, которую мы обсуждали. Но, в принципе, если оно будет увеличиваться в четыре раза или в четыре с половиной раза или в три с половиной раза каждый раз, это все равно означает, что у вас скорость разбегания этих траекторий, она как бы очень большая. Это какое-то экспоненциальное разбегание, да, и у вас расстояние увеличивается, как экспоненты растут. Это означает, например, что если у вас эти две точки находились на расстоянии, там, допустим, 10 в минус 10, это означает, что у них там 10 знак после запятой. До 10 знака после запятой их координаты совпадали. Все равно, грубо говоря, там через 30 итераций, через 30 применений, они будут находиться достаточно далеко друг от друга. Вот. И, в общем, если вы аккуратно проследите за вот всей той конструкцией, которую мы здесь делали, для того, чтобы там найти вот это самое инвариантное множество, которое тут возникает, такое канторовское множество, даже произведение двух канторовских множеств, оно вот для этой картинки тоже возникнет, но как бы оно будет выглядеть немножко по-другому, оно будет не, опять же, не идеальным таким канторовским множеством, а вот у нас здесь будет вот такая полоска, внутри нее будет какая-то другая полоска, допустим, вот такая. Две полосочки. И внутри этой полоски будут тоже две полосочки вот такие. Вот. Ну, в общем, и так далее. Все равно здесь будет какое-то вот такое пересечение вложенных полосок по горизонтали, пересечение таких же вложенных полосок, ну, не таких же, а каких-то похожим образом устроенных вложенных полосок по вертикали, и все равно будет какое-то такое вот очень рыхлое, нигде не плотное множество, на котором определены все итерации, и, значит, в целом глобальная картинка сохранится. Ну, для нас самое главное – это то, то, что точки разбегаются из-за наличия растяжения по вертикали. И, следовательно, динамик становится хаотической. Появляется сильная зависимость от начальных условий. Вот. В общем, вот такое вот утверждение. Ну, собственно, утверждение про структурную устойчивость, но я его не буду полностью формулировать. Но на качественном уровне это означает, что динамика вот такого отображения не похожа на динамику такого отображения. В частности, сохраняются те условия, которые дают нам хаотичность. Вот. Это, на самом деле, некоторый великий результат. Значит, он привел к появлению так называемых анусовских систем гиперболичности. И, в общем, это большая часть, большая часть этой науки. Вот. Как? Верите ли вы в то, что что такое хаотическое будет и в том числе для такого отображения? По крайней мере, резкого несогласия это, судя по всему, не вызывает. Хорошо, потому что сейчас мы будем реализовывать скорее вот такое отображение. И я, кажется, не умею реализовывать хорошо вот такое отображение, хотя это тоже можно сделать. А вот отображение чуть-чуть более кривенькое мы сейчас успешно реализуем. Нам для этого нужно будет нарисовать некоторую довольно специфическую систему в трехмерном пространстве. Значит, давайте я попробую описать конструкцию. Потом я попробую доказать, что она действительно обладает нужными свойствами. Значит, мы начинаем с линейной особой точки, которую можно назвать седлом или не совсем седлом. В общем, это особая точка в трехмерном пространстве и устроена она вот так. Значит, у нас есть горизонтальные координаты и вертикальные координаты. и у нас происходит сжатие вот так и сжатие вот так. Это как бы узел, но это узел в плоскости доски. А еще у нас есть третья координата. Здесь есть плоскость стола. И вот по этой третьей координате у нас будет происходить растяжение. Вот такая вот штука. Значит, ну давайте какие-нибудь здесь координаты напишу. Пусть у меня система координат устроена вот так. Это х, это, допустим, у, а вот это z. Значит, понятно ли, каким уравнением описать нашу систему так, чтобы она выглядела вот примерно так, как я ее нарисовал. Значит, что у нас здесь будет? x точка равняется чему? Можно минус x здесь. Да, x точка равняется минус x, y точка равняется... Тут на самом деле сейчас надо будет аккуратно посмотреть, какой здесь должен быть коэффициент. Давайте я напишу пока минус 2y. z с точкой равняется... Давайте я напишу 3z. Я не уверен, что коэффициенты должны быть такими. Мне, как бы, топологическая картинка будет устроена таким образом, вне зависимости от того, какие числа здесь напишу. Главное, чтобы знаки были те, какие написаны. Но мне сейчас через какое-то время понадобятся чуть более хитрые условия. Но вот когда оно понадобится, тогда я напишу, какие точно здесь коэффициенты должны быть. Вот. Значит, я хочу сделать следующую штуку. Значит, вот у меня вблизи начала координат. Пусть вот это будет честная линейная система, которая описана вот так вот, как она сейчас здесь есть. Но вне некоторой окрестностей начала координат я нарушаю условия линейности. Моя система перестает быть задана вот такими условиями. И, значит, вместо этого я говорю, как она должна быть устроена, так довольно неформально. Давайте продолжим эту нелинейную систему. Точнее, продолжим эту линейную систему. Значит, вне окрестности особой точки нелинейная. И давайте я покажу, как она должна вести себя. Значит, вот у меня такие штуки. так, правильно ли я расставил стрелочки. Так, вроде правильно. Значит, теперь смотрите, здесь вот у меня есть две исходящие сепаратрисы. Вот у меня есть сепаратрис, которая уходит туда, в сторону от меня, и сепаратрис, которая уходит в сторону ко мне. И за пределами некоторой окрестностей я могу мое векторное поле задать так, чтобы эти сепаратрисы были бы устроены таким образом. Вот она как-то вот так вот поворачивает и возвращается куда-то вот сюда, где-то проходит недалеко от моей особой точки. Но давайте считать, что она это делает чуть-чуть выше. Вот я сейчас попробую изобразить здесь вот эту плоскость стола, вот эта плоскость нулевая. Значит, этот зад равняется нулю. И у меня вот эта сепаратриса, она в линейной части, она лежит на этой плоскости. Но в нелинейной части я могу из этой плоскости уйти и пройти вот здесь вот чуть-чуть повыше. С вот этой сепаратрисой я хочу сделать то же самое, только я хочу наоборот пройти чуть-чуть пониже от вот этой плоскости зато равняется нулю. Давайте я попробую изобразить, что она проходит пониже тем, что я нарисую вот тут вот пунктирную линию. Вот. Значит, как у вас с одной стороны мне будет трудно написать конкретную систему, хотя не очень трудно, конкретное векторное поле, которое обладает таким свойством, но в принципе кажется, что легко поверить, что если я хочу придумать какое-то дифференциальное уравнение, которое мне просто ну вот у которого вот эта траектория выглядит вот ровно так, как написал, то, наверное, я это сделаю. Ну, просто как тут векторы поставлю в правильную сторону. И уж по крайней мере одну траекторию я запихну куда мне надо. Ну, и эту тоже запихну. Ничто мне не запрещает эти две траектории развести вот таким образом. Понятно, как у меня будет картинка выглядеть в трехмерном пространстве? Вот. Теперь давайте попробуем посмотреть вот на какую штуку. Значит, я теперь рисую вот здесь. Я хочу нарисовать вот такой вертикальный квадратик. И меня интересует, я хочу сделать, на самом деле, я хочу найти отображение Пуанкаре с вот этого квадратика на себя. То есть меня интересует, что будет происходить с траекториями, которые стартуют на этом квадратике и через какое-то время возвращаются на этот квадратик. Ну, почему я верю в то, что хоть какая-то траектория так себя ведет. Значит, вот смотрите, вот давайте посмотрим, вот у меня есть, у меня вот этот квадратик, он пересекает вот эту вот ось, ось Х. Вот у меня есть здесь точка пересечения с нулевой вертикальной координатой. что происходит с траекторией, которая стартует в этой точке? Она возвращается или нет? Пересечет ли она когда-нибудь еще вот этот вот квадратик? Ну, кажется, что нет, потому что она просто дойдет, никогда не дойдет до нуля. Да, она будет стремиться к нулю и никогда до него не дойдет. Значит, собственно говоря, вот все, что происходит вот здесь, все, что происходит вот здесь, вот в квадратике, маленьком квадратике вокруг особой точки и в частности все, что происходит, ну вот, в частности, весь вот этот вот квадрат, который я здесь нарисовал, он лежит внутри вот этой вот маленькой области, внутри которой система линейная. Поэтому, что происходит вот здесь, вот мы знаем абсолютно точно. У нас есть там конкретные формулы и мы понимаем, что поскольку система задана вот таким вот уравнением, а вот эта точечка, которая у меня здесь отмечена сейчас, давайте как-нибудь ее отмечу. Значит, вот эта точка, эта точка с координатами, скажем, по х это пусть будет единица, по у 0 и по z тоже 0. Ну, вот понятно, что она под действием вот этой системы, она будет просто стремиться к началу координат. Хорошо, а если я чуть-чуть по горизонтали сдвинусь, вот рассмотрю точку не 1, 0, 0, а рассмотрю какую-то близкую по горизонтали точку, значит, например, вот эту или, например, вот эту, ну, давайте вот эту я рассмотрю. Значит, у нее будет координата 1, чего у меня там? Значит, у меня y это горизонтальная штука, значит, какая-нибудь 1, минус 1 сотая и 0. Вот что происходит, например, с вот этой вот точкой, которая проходит очень близко к вот этой. Значит, во-первых, заметим, что то, что начинается вот на этой горизонтальной плоскости, то в ней и живет всю жизнь. Как говорят, это плоскостенный вариант, ну, потому что у нас уравнение на z здесь точка равняется 3z, и, значит, если z нулевой, то он всю жизнь будет нулевым. Но не всю жизнь, а до тех пор, пока мы же вам поддействуем вот этой вот линейной части. Значит, вопрос, что происходит дальше с вот этой точкой, которая будет очень близка к вот этой точке? Ну, она будет вылетать и идти вдоль оси y. Так, ну да, вот она как-то пройдет вот так. Она сначала будет идти вблизи вот этой оси, да? Ну, как по гиперболе, а потом вблизи вот этой оси. А потом, ну, вот поскольку я сказал, что вот эта сепаратриса обязательно возвращается вот сюда, то и моя вот эта траектория, которая проходит близко к вот этой сепаратрисе, она тоже, если она там достаточно близка, то она тоже вот сюда вот вернется. И вот в какой-то момент она пересечет точку, значит, она пересечет нашу, ну, вот эту вот нашу площадочку, она пересечет в точке, ну, вот, вот в какой-то точке, которая будет близка к вот этой точке пересечения, значит, сепаратриса с вертикальной площадкой. Давайте я как-нибудь обозначу. Значит, вот эта вот вся вертикальная площадка, она обозначается, например, гамма. Вот эта вот площадочка. Значит, вот эта площадка называется гамма. Давайте как-нибудь сепаратрису тоже обозначу. Значит, пусть у меня вот эта сепаратриса У1, вот эта сепаратриса У2. И тогда вот эти вот точки пересечения, это, соответственно, например, вот эта точка – это гамма, пересеченная с У1, вот эта точка – это гамма, пересеченная с У2. Вот. Хорошо, то есть, значит, что мы видим? Мы видим то, что, по крайней мере, какие-то точки с этой площадки, они обязательно вернутся, ну, вот, сделав вот такой вот кружочек. И давайте теперь посмотрим. Значит, я на самом деле выберу, куда именно им вернуться, и я это выбираю путем выбора того, куда возвращаются вот эти вот сепаратрисы. Но теперь давайте вот на что посмотрим. Давайте возьмем теперь тут такую вертикальную полоску, вот, например, вот такую вертикальную полоску. И давайте посмотрим, что с этой вертикальной полоской происходит. Значит, это какая-то вертикальная полоса, которая близка к… Значит, вот у нее значение по У, значит, значение по У близко к нулю, но не ноль. Оно находится, то есть оно в данном случае отрицательно, оно находится ближе к нам, эта полоска. Ну, давайте посмотрим, что с ней будет происходить. Значит, давайте, может быть, я сейчас перерисую центральную часть этой картинки, чтобы было более понятно. Значит, еще раз. Вот такая картинка у меня. Тут сжатие, тут сжатие, тут сжатие, тут сжатие. Так, сейчас. Одну секунду. Ну. Сейчас я пойму, не назначил я случайно конкурирующую встречу прямо на текущее время, то я что-то засомневался. Мне, вроде бы, нет. Окей. Так. Значит, давайте смотреть. Вот у меня эта самая моя площадочка. Такая. Значит. И на этой площадке есть вот такая вот вертикальная полоска. Значит, давайте в первую очередь поймем, что происходит, вот если я пересеку эту вертикальную полоску с горизонтальной плоскостью, вот здесь. Вот такую штуку посмотрим. Что с ней происходит? Дело в том, что поскольку вот эта штука была на горизонтальной плоскости, значит, она остается на горизонтальной плоскости. И можно просто проследить, что происходит в двух измерениях. Значит, если я нарисую картинку только горизонтальной плоскости, только вот такую вот картинку, значит, тогда здесь у меня просто будет вот такое седло. Значит, вот это вот все, эта плоскость z равняется нулю. То же самое, что вот эта плоскость. Соответственно, у меня здесь есть, значит, вот эта иксовая, вот эта игрековая координата. И, значит, вот эта вот штука. Вот у меня пересечение вот это. Я его нарисовал, и вот здесь вот есть, значит, вот этот вот небольшой отрезочек, который тут возникает. Давайте поймем, что происходит с этим отрезочком, когда соответствующие траектории проходят вблизи особой точки. Да, надо сказать, что этот отрезочек я могу выбрать достаточно близко вот этой вот горизонтальной оси. Давайте, значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне понадобится построить вот такое отображение. Смотрите. Значит, вот у меня сейчас такая история. У меня сейчас есть уравнение, x точка равняется, как оно у нас было. Сейчас заодно проверим, правильно ли все сделано. Сейчас, нет, простите, у меня новая картинка не согласуется со старой. Это потому, что я исходную картинку нарисовал неправильно. А, это у меня самая первая картинка, кажется, была. А, нет, все, нет, все хорошо. Все хорошо, все согласуется. Значит, x. У меня, кажется, картинка не согласуется с формулой. Потому что у меня z с точкой должно быть со знаком минус, а y с точкой должно быть со знаком плюс. Вот, что у меня не согласуется. Что-то вы меня не поправили. Так правильно? Соответствует вот этой картинке? Значит, по x сжатие, по y растяжение, по z сжатие. Похоже на правду. Значит, итак, теперь у нас есть x точка равняется x, y точка равняется минус 2y. И, соответственно, задача вот такая. Я хочу посмотреть на то, куда отображается вот такой отрезок. Давайте считать, что у меня вот здесь вот координата единицы по x. Здесь координата единицы по y. И, соответственно, у меня вот здесь есть точечка. Давайте я скажу, что у этой точки координата 1 по x и, допустим, y0 по y. И вот она как-то вот так вот отображается. Я хочу найти вот эту координату. Значит, вот эта координата пусть называется... Значит, по y здесь будет уж точно минус единица. Это минус единица. А по x будет, ну, вот какое-то число. Давайте я скажу, что это... Сейчас это по y должно быть минус единица. А по x должно быть... Давайте как-нибудь это отображение обозначу. Пусть оно называется q. Или не q. Обычно его обозначают большой буквой дельта. Дельта от y0, запятая минус единица. Задача найти дельту от y0. Я рекомендую сейчас вам самостоятельно потратить 5 минут на то, чтобы это сделать. Это не очень сложно. Я бы даже сказал, что это просто. Потому что у нас система очень простая. Мы знаем, как решается каждый из уравнений. И дальше нам нужно просто понять... Ну, как бы самое сложное, что здесь есть, это найти момент, в который мы, стартуя отсюда, пересечем вот эту горизонтальную ось. Но подсказка состоит в том, что вам для того, чтобы понять, в какой момент это произойдет, вам ничего не нужно знать про x-овую координату. Потому что уравнение на y... Сейчас, наоборот. Я все-таки опять здесь ошибся со знаками. У меня для x должен быть минус, а для y должен быть плюс. Значит, уравнение на y не зависит от уравнения на x. А условие, что мы попадем вот сюда, это условие только на y. Давайте попробуйте сейчас быстренько найти эту дельта от y0. Значит, подсказка. Сколько времени займет движение? От точки, у которой y-овая координата равна y0, до 0 до точки, у которой y-овая координата равна y1. Давайте сделать и напишите, что у вас получается. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... кстати ровно такая задачка была в прошлом году тольными термитами на файле другой вариант можно воспользоваться первым интегралом в следующем выпуске Продолжение следует... Продолжение следует... А там получается красивые числа или как вообще? Ну, там получается довольно симпатичный ответ. Ничего страшного не получается. Там же просто Y0, правильно? Просто Y0, нет? Вот если бы здесь не было бы вот этой двойки, то да. Если бы здесь не было бы вот этой двойки, тогда просто картинка была бы симметричная. И действительно, вот эта координата по X совпадала бы с вот этой координатой по Y. Ну, там, с точностью до знака. Но из-за вот этой двойки неправда, что дельтата Y0 равняется Y0 или минус Y0. А можно спросить, а нельзя на эту задачу посмотреть? Ну, вот, условно говоря, у нас же переменные изначально в системе независимые. И нам просят просто найти... Ну, как бы, можем посмотреть на... Всего лишь напрямую, которая содержит только Y. И просто найти расстояние от Y0 до минус единицы. Ну, да. Ну, то есть, как бы, расстояние в виде времени движения. Ну, да. Расстояние в виде времени движения. Ну, конечно, конечно. Именно это и нужно сделать. Совершенно верно. Да-да-да. Я поэтому здесь и написал подсказку. Вот, видите, здесь я специально поставил многоточие в знак того, что от значения вот этой перемены ничего не зависит. Х-совый. Важно именно то, сколько времени мы будем двигаться от Y0 до минус единицы вдоль вот этого вот уравнения. Да. Ну, и сколько? Ну, у меня получилось, что, в общем, время в момент времени... Точнее, сейчас. Время, когда мы достигнем Y равное минус 1, будет равно... Сейчас. Ln от Y0 поделить на минус 1. Точнее, Y1. Ну, если взять начальное условие, Y от 0 равняется какой-нибудь Y1. Ну, вот давайте уж мы... Меньше 0. Написано Y0. Значит, Y0. Вот, тогда Ln от... Тогда получается Ln от 0. Ой, Ln от... Сейчас, секунду. Ln от минус 1 поделить на Y0. А как у вас вот эта двойка сыграла? А там потом получается поделить. Ну, у меня же решение E в степени 2T умножить на Y0. И это все равно минус 1. Тогда получается, что от этой двойки ничего не зависит. Ну, у меня получается время... Нет, 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 нет. Я там не договорил. Это только был логарифм, а потом еще нужно поделить на двойку. А, окей. Значит, логарифм от минус Y0 и все это поделить на 2. Да, только у меня получался логарифм от 1 поделить на Y0, потому что, в общем, если от двух частей взять логарифм, то нужно еще перенести сначала поделить на Y0. Давайте посмотрим, что у нас со знаками здесь будет происходить. Ну, хорошо, давайте я напишу какой-нибудь способ это посчитать. Например, можно просто сразу сказать, что это есть интеграл от Y0 до минус 1 от функции DY разделить на 2Y. И это просто формула, которую мы на одном из первых занятий выводили. Как посчитать время движения вдоль векторного поля напрямую? Нужно посчитать интеграл от начального момента до конечного момента, точнее, от начального положения до конечного положения, 1 делить на правую часть вашего уравнения. Значит, получается 1, 2, действительно логарифм. А здесь технический логарифм модуля. Значит, логарифм модуль Z в пределах от Y0 до минус 1. Ну, понятно, что у нас здесь все отрицательное, поэтому это и есть 1, 2 логарифм от 1 минус логарифм от минус Y0. Да, действительно, здесь еще должен быть знак минус. Ну, что, впрочем, неудивительно, потому что Y0 по модулю очень маленький, поэтому логарифм будет отрицательным, а нам нужно положительное время. Да, все сходится. Действительно, время движения вот такое. Все с этим согласны? А там ведь в интеграле получается модуль, и тогда LN Y0 будет, а мы получили LN минус Y0. Да, совершенно верно. У меня так и написано, LN минус Y0, и тут, и тут. Нет, а в интеграле же модуль Z. Ну, правильно, но поскольку у меня Y0 отрицательный, то его модуль равен минус Y0. Вот. Да, значит, я на самом деле сейчас уже сразу, кажется, вижу, что я бы хотел… А, нет, сказать все нормально, да, это ровно то, что я хотел. Так, давайте теперь что сделаем? Да, давайте теперь посмотрим, а что у нас все-таки будет происходить с х-овой координатой за это время. Значит, х-овая координата у нас устроена, как х от t равняется… В данном случае 1 умножить на E в степени t. Т.е. это будет 1 умножить на E в степени минус логарифм от минус Y0 пополам. Минусов тут многовато, не разберешься. Значит, давайте смотреть. Ну, хорошо, окей. Пусть это будет просто единица разделить на E в степени логарифма от минус Y0. Все это пополам. То есть это единица разделить на… Там разве минуса нету перед t-шкой еще в начале? Где минус? А, точно, 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 точно. Вот тут я чувствую, что тут какой-то минус лишний появляется. Да, конечно, поскольку у нас х-точка равняется минус х, здесь у нас будет E в степени минус t. Значит, вот здесь будет плюс, значит, здесь никакой дроби не будет, конечно. Значит, и остается просто квадратный корень из минус Y0. Таким образом, это и есть наша дельта от Y0. Она равняется квадратному корню от минус Y0. Ну, и вроде со знаками все хорошо. Значит, у нас Y0 отрицательный, поэтому минус Y0 положительный. А с другой стороны, х, который у нас в итоге получается, это какое-то положительное число, поэтому здесь действительно корень, который берется… Ну, в общем, не минус корень, а просто корень. Вот, теперь смотрите, чем замечательна эта функция, чем замечательен этот корень. Он замечательен тем, что когда Y маленький, то есть если я стартую близко к вот этой сепаратрисе… Кстати, заметьте, что вот эта функция, она допускает непрерывное продолжение. Понятно, что если я стартую в точности на сепаратрисе, то я никогда не дойду до вот этой точки. Но поскольку вот эти вот кривые становятся все ближе и ближе, то неудивительно, что вот эта функция допускает непрерывное продолжение в самом себе точку 1, точнее, вот эту точку 0. И, значит, она просто отображает 0 в 0. Я прошел сначала вот сюда, а потом вот так вот. Вот. Но это, на самом деле, сейчас не очень важно. Важно то, что вот эта функция у нее производная стремится к бесконечности, когда я приближаюсь к нулю. Мы знаем, что квадратный корень, он выглядит как-то так вот. То есть, что это означает? Это означает, что вот очень маленькие отрезочки, квадратный корень очень сильно растягивает. Во сколько? В очень много раз. И это ровно то, что мне нужно. То есть, смотрите, что теперь происходит. Я знаю, что вот этот маленький отрезчик, который здесь нарисован, на него мы действуем отображением квадратный корень, и он отображается вот сюда, вот в гораздо более длинный отрезок. Ну, давайте я попробую эту штуку чуть-чуть исправить, чтобы оно отражало наше изыскание. Значит, вот этот отрезочек маленький, и он отображается вот сюда, вот в отрезочек длинненький. Хорошо, смотрите, давайте я теперь нарисую вот здесь вот еще одну такую площадку. И меня сейчас будет интересовать отображение с вот этой площадки на вот эту площадку. Значит, я уже знаю, что у меня вот эта вот штука отобразится и придет куда-то вот сюда, вот в виде вот какой-то такой вот горизонтальной, значит, горизонтального отрезочка длинненького. Что произойдет со всем остальным прямоугольником? Вот, например, если я буду стартовать не с вот этой вот площадочки, а с вот такой вот площадочки, что будет происходить с ней? Значит, разница между этой площадкой и вот этой площадкой только в Z-координате. То, что будет происходить с X-овой и Y-ковой координатой, вообще не зависит от того, где мы находимся, здесь или здесь. Поэтому в конечном итоге мы перейдем, значит, вот это вот, вот такой вот отрезочек. Он перейдет куда-то вот на эту площадку, ну, вот он перейдет куда-то в какую-то кривую, которая висит над вот этим горизонтальным отрезком. Вопрос, в какую кривую он перейдет, вообще что с ним дальше будет происходить? Что с ним будет происходить по мере движения вот сюда? Значит, опять же, я напоминаю, что вот в этой области, в которой мы сейчас все рассматриваем, у нас наша система линейная и выглядит вот так. X точка равняется минус X, Y точка равняется 2Y, Z точка равняется минус 3Z. Вопрос, что происходит с вот этой вот верхней, или вот этой вот нижней крышечкой моего прямоугольника. Давайте смотреть, что происходит. Давайте читать, что вот этот вот прямоугольник, он... Ну, давайте читать, что здесь высота была равняется какому-нибудь, скажем, Z равняется 1. Что дальше с этим Z происходит? Ну, скажите, кто-нибудь? А мы же знаем, сколько времени прошло с одного квадратика до другого. Можем подставить также в решение Z? Да, можем, но даже это... Нас это даже не то, чтобы сейчас сильно интересует, сколько там точно времени прошло, а нас это интересовало вот здесь. Нам было важно сравнить, куда отобразился один конец, куда отобразился другой конец. А вот про этот Z давайте я сейчас скажу вот, что для меня важно то, что я все-таки стартую... Ну, хотя на самом деле не важно. Важно вот что. Важно, что я стартую откуда-то близко к вот этой вот штуке. Поэтому уж, по крайней мере, я точно знаю, что какое-то время, ограниченное сверху, я проведу, двигаясь вот отсюда сюда. Или двигаясь вот отсюда сюда. Давайте мы просто это время ограничим какой-нибудь константой. Уж, по крайней мере, допустим, там, я не знаю, 10 единиц времени я проведу здесь. Я всегда могу выбрать вот эту вот штуку, достаточно маленькой, достаточно близкой к вот этой сепаратрисе, так, чтобы это было правдой. Что вы тогда можете сказать про судьбу вот этих вот точечек? Что с ними будет происходить? Что с ними будет происходить? Ну, вообще, как заэт меняется в течение времени? Кажется, что если мы стартуем вот из вот этой планочки повыше, то мы будем примерно двигаться по... Ну, то есть, если сделать проекцию этой кривой на нижнюю плоскость, то мы будем двигаться по времени, ну, то есть, по нижней кривой, которую мы уже обозначили. И при этом по Z мы будем спускаться вниз, но понятно, что мы никогда не дойдем до нуля. То есть, мы куда-то, да, примерно сюда придем. Да. Самое главное, это что у нас Z будет действительно уменьшаться по модулю, она будет... У нас динамика по Z, она все прижимает к горизонтальной плоскости, Z равняется нулю. Поэтому вот эта вот крышечка, она на самом деле перейдет в какую-то вот такую вот... Значит, вот в такую вот кривую. Она, эта кривая, на самом деле... Я, кстати, неправильно эту кривую нарисовал. Она должна быть в другую сторону. Вот такая вот она будет. Она будет более узкая, а нижняя, соответственно, в такую кривую. Значит, вот эта вот кривая, она сильнее приблизится вот там, где мы находимся, там, где мы проходим ближе к особой точке, мы там будем жить дольше. И поэтому мы там приблизимся за счет вот этой вот динамики по Z, мы там приблизимся к нулю сильнее. А вот здесь мы приблизимся к нулю слабее. Но все равно важно то, что выбирая подходящим образом вот эту вот полоску достаточно близко к, значит, вот этой сепаратрисе, мы можем заставить вот эту динамику, которая по Z все прижимает к горизонтальной плоскости, мы можем заставить ее действовать сколько угодно сильно и сделать вот эту полосочку, которая, кстати, получается. Она получается не прямоугольной, она получается, ну, вот какой-то вот такой вот. Но, тем не менее, мы ее можем заставить сделать как бы очень-очень узкой. Мы ее можем заставить быть очень узкой. Такой какой-нибудь. То есть, смотрите, у нас есть динамика, которая нам все прижимает к началу координат, не к началу координат, а так плоскости Z равняется нулю. И за счет этой динамики у нас происходит вот такое вот сжатие в вертикальном направлении. А еще у нас есть вот это наше отображение, дельта, которое нам за счет того, что оно есть квадратный корень, оно нам наоборот, отрезочки, которые очень близки к началу координат, оно нам наоборот очень сильно растягивает. То есть, получается, что вот на этот прямоугольничек действуют два эффекта, две силы, которые очень похожи на то, что у нас было перед этим на картинке спадковой. А именно по вертикали мы этот отрезочек сжимаем, а вот в этом вот направлении мы его растягиваем. Получается какой-то вот такой вот здесь отрезочек. Получается какой-то вот такой вот. Вот такой вот уже не прямоугольник, тут уже какая-то трапеция получилась криволинейная. Но, по крайней мере, она широкая и узкая. Согласны? Что динамика работает именно так. А теперь смотрите. Дальше нужно вернуться к вот этой картинке и заметить вот какую вещь. Значит, смотрите, у нас теперь вот здесь возникла вот такая вот узкая тоненькая полосочка, которая на самом деле является образом вот этой вот штуки. Теперь что будет происходить дальше с вот этой полоской под действием нашего отображения. То есть если я теперь слежу за вот этими точками, и там из каждой точки я выпускаю по траектории, и смотрю, что с ней будет происходить. Ну вот мы знаем, что вот какие-то вот эти точки, которые близки к вот этой сепаратрисе, они отобразятся, значит, они вот так вот пройдут, и отобразятся куда-то вот сюда. Значит, те точки, которые будут подальше, они отобразятся, пройдут, 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 пройдут вот так вот, ну и отобразятся куда-то вот сюда вот. Давайте мы теперь вот что сделаем. Давайте мы теперь скажем, что вот у меня вот эта точка пересечения, которую я тут рисовал, Я ее в не очень удачном месте нарисовал, на самом деле. Давайте мы ее отправим куда-то вот туда, вот сюда, вот эту точку пересечения мы отправим. И в этом случае, значит, вот эта вот траектория, которая здесь проходит близко, она будет проходить близко вот так. И вот эта зелененькая полосочка, она перейдет, поскольку она длинная по горизонтали и короткая по вертикали, она перейдет вот в какую-то вот такую вот полосочку. Видимо, тут нужно другой цвет выбрать. Какую-то вот такую полосочку. Теперь можно сделать абсолютно то же самое с другой стороной этой картинки. Значит, только единственное, что я вот эту штуку тоже должен чуть-чуть поправить. Значит, она у меня должна пройти как-то вот так вот теперь. Сюда вот она должна куда-то уйти. Значит, там получится ровно то же самое. И произойдет следующее. Значит, у нас теперь есть вертикальная полоска, которая будет уже наоборот чуть-чуть. Значит, вот эта вот зелененькая полосочка, она была ближе к нам, чем ось Y. А еще одну полоску я рисую вот такую. Она будет дальше от нас, чем ось Y. Близко к оси Y, но чуть-чуть дальше от нас. И это означает, что, значит, если я буду рисовать вот здесь, то этой второй полоске соответствует полосочку вот здесь вот. Она отобразится как-то в полосочку вот такую. И дальше пройдет уже не вдоль вот этой вот близкой к нам сепаратрисе, а вдоль вот этой далекой от нас сепаратрисы. И загнется она как-то вот так. Значит, вот какая-то вот такая вот она будет на выходе. Значит, эффекты все те же самые. На нее тоже действует сила сжатия, которая нам по Z все прижимает к горизонтальной плоскости. К плоскости Z равняется нулю. Точно так же вот это отображение тоже работает как квадратный корень. И тоже растягивает все по горизонтали. И поэтому у нас получается вот такая полоска. А теперь посмотрите на эту картинку, и вы увидите, что это вот ровно то самое, чем мы только что рисовали. То есть это означает, что отображение Пуанкаре с вот этой площадочки на себя действует в точности как подкова. Единственное, что у меня подкова, которую я рисовал, наоборот, горизонтальные полоски превращала в вертикальные и растягивала все вот так по вертикали. А здесь у меня получилась картинка, повернутая на бок. Значит, здесь у меня наоборот. Полоски были изначально вертикальными. Я растягиваю здесь все вот так по горизонтали. И дальше за счет этого растяжения у меня возникают вот эти горизонтальные полоски. Смотрите, как у меня будет теперь вести себя здесь траектории. Выпускаю я какую-нибудь траекторию отсюда. Она проходит вот так, вот так, отображается, отображается, отображается. И где-то живет вблизи, допустим, вот этой оранжевой траектории. И, например, приходит сюда же, вот куда-то в левую часть этой картинки. И дальше с ней происходит то же самое. Она еще раз делает один оборот. И еще раз приходит в левую часть этой картинки, например. А потом в какой-то момент она оказывается настолько близка к началу координат, не к началу координат, а к вот этой вот сепаратрисе. Оказывается, настолько близка к ней, что она делает очередной оборот и уходит не вот в эту вот левую часть картинки, а уходит, наоборот, в правую часть картинки. А после того, как она вошла в правую часть картинки, дальше она начнет двигаться уже вблизи вот этой сепаратрисы. И опять же, можно сделать сколько-то оборотов вот здесь, вблизи вот этой сепаратрисы, непонятно сколько, а потом скакнуть наоборот вот на эту сепаратрису и так далее. То есть возникает вот такая картинка, которая на самом деле похожа на аттрактор Лоренса. Это не совсем он, и это даже, я не уверен, что здесь будет именно аттрактор, что то множество, которое мы, кстати, построили, что она будет аттрактором. На самом деле, неплохое упражнение, но я бы даже сказал не упражнение, а прям такая задачка, такой следовательский проект, это посмотреть, задать каким-то образом явными формулами вот такую систему и действительно понять, как она устроена. Действительно здесь там возникает аттрактор или еще что-нибудь в этом роде. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что у нас здесь есть хаотическое поведение. Именно потому, что близкие траектории, которые у нас вот здесь возникают, они за счет того, что значит, вот эти вот близкие траектории, стартующие отсюда, могут разбежаться в результате действия вот этого отображения. Из-за того, что очень близкие точки вот здесь, под действием вот этого отображения, могут оказаться на каком-то значительном по сравнению с исходным расстоянием вот здесь. После этого отобразиться в разные половинки, в разные полупространства вот тут, вот на этой вот горизонтальной штуке. И после этого зажить совсем разной жизнью. Одна точечка сделает еще один оборот вдоль вот этой штуки, а может быть и не один, а другая точечка пойдет крутиться вокруг вот этой штуки. Вот. Ну и вот таким образом мы действительно реализовали подкову Смейла в виде отображения Панкара и некоторого дифференциального уравнения. Вообще есть универсальная конструкция, которая позволяет такого типа задачи решать всегда, но я эту конструкцию не рассказывал, и она такая не вполне тривиальная. Ну, скажем так, она проще с точки зрения того, что нужно меньше сказать слов, чтобы ее описать, чем описать, допустим, эту явную конструкцию, но зато труднее понять, что она действительно работает. Вот. Как вам такой механизм образования хаоса? Это не единственный способ, как можно получить именно отображение подковы в дифференциальных уравнениях. Во многих других ситуациях это тоже получается явно, но вот примерно таким же механизмом, что у вас есть какая-то часть вашего уравнения, которая вам обеспечивает на каком-то участке разбегание траекторий. Это означает, что у вас вы дальше можете достроить эту часть так, чтобы траектории, которые, с одной стороны, убегают друг от друга, с другой стороны, возвращались куда-то недалеко от всей этой исходной динамики, от всего этого, от всей этой области. И после этого у вас возникает как раз вот это хаотическое поведение. У вас возникает ситуация, когда траектории как бы в неком смысле всегда разбегаются. Тут, надо сказать, есть история такая. Отчасти вся эта наука возникала под влиянием, как я уже говорил, там под влиянием метеорологии. И в какой-то момент у фон Неймона, такой великий ученый, один из людей, которые стоят за всеми современными компьютерами, у него была такая идея фикс, что вот если мы сможем моделировать погоду, то мы сможем не только моделировать ее, а мы сможем сделать гораздо большее. А именно мы сможем выбирать подходящие моменты времени. Ну, то есть, как бы, понятно, что вот эта вот идея о том, что могут возникать какие-то моменты времени, какие-то ситуации, в которых маленькое возмущение, маленький толчок приводит к сильному изменению динамики, но вот сама эта картинка, она лежит на поверхности. И идея эта лежит на поверхности, и даже там в обычных уравнениях на плоскости такое встречается. Например, можете представить себе седло, вот такое, и, допустим, вот здесь у вас два разных узла. Такую вот картинку можно себе представить. Как-нибудь вот так-то она ведет себя. И понятно, что вот у вас есть траектории, которые стремятся к одному положению равновесия. Вот они стремятся к одному положению равновесия. Но в какой-то момент наступает, вот вы оказываетесь на вот этой сепаратесе. И в этот момент, если вы чуть-чуть столкнете вашу траекторию вверх, то вы пойдете сюда. Если вы ее столкнете чуть-чуть вниз, то вы пойдете вот сюда, вот к совсем другому аттрактору, к совсем другой точке притяжения. И у фонеймена была идея, что сложная система должна быть каким-то похожим поведением, а именно, что должны возникать такие обстоятельства, что мы можем чуть-чуть систему толкнуть, какое-нибудь облако на него чем-нибудь посыпать, чтобы у него дождик прошел в каком-то месте, и полностью изменить погоду там на ближайшую, допустим, неделю или на ближайший месяц. И таким образом управлять погодой. Но эта программа успешным образом провалилась, потому что оказалось, что погода выглядит не вот так, когда у нас есть какое-то положение, мы можем здесь сделать маленькое, хорошо просчитанное изменение и уйти на какой-то нужный нам аттрактор, желаемый аттрактор. Оказалось, что погода устроена вот скорее вот так. То есть, с одной стороны, да, есть вот эта вот сильная зависимость от начальных условий, есть вот эта ситуация, что мы можем немножко пошевелить траекторию, и она сильно изменится. С другой стороны, это состояние, оно характеризуется не какой-то конкретной точкой в фазовом пространстве, а кривой в фазовом пространстве, как вот здесь. У вас как бы вот не то, что у вас есть одна кривая, на которой вы можете делать какие-то возмущения, которые будут приводить к желаемому вам эффекту. Наоборот, у вас каждая точка хаотическая, каждая точка, возмущение в каждой точке приведет к каким-то изменениям, сильным изменениям траектории, но из-за того, что хаос, он как бы повсюду, он фактически во всем там, на всем аттракторе, и вы полностью теряете возможность получать предсказуемый результат ваших изменений. Как бы изменения сделать можете, что-то поменяете, но к чему это приведет, никто не знает, потому что хаос. Вот, и это вот один из таких исторических примеров, когда просто понимание того, что хаотическая динамика существует, что это некое такое типичное явление в дифференциальных уравнениях размерности больше, чем 2, что оно как бы привело к тому, что люди стали по-другому думать про какие-то практические проекты. Ну, в частности, отсюда же, как я уже говорил, следует, что нет никаких шансов, что у нас будут хорошие прогнозы погоды там, скажем, на месяц вперед. Такого не будет. Чем дальше, тем прогноз становится все менее и менее точным, и самое главное, что он становится экспоненциально менее точным. То есть для того, чтобы улучшить прогноз на один день, вам нужно увеличить точность, грубо говоря, в 10 раз. Чтобы увеличить точность прогноза на 2 дня, вам нужно увеличить точность вашего сбора данных, соответственно, в 100 раз и так далее. В 1000 раз, в 10 000 раз и так далее. Вот. Ну, вот такая история про хаотическую динамику в дифференциальных уравнениях. Есть ли какие-нибудь вопросы про все это дело? Хотите ли вы еще какую-нибудь доп-домашку? А можно вопрос по имеющейся доп-домашке? Давайте. Там стоит бонус за тех. Правда, надо техать. Доп-домашку можно получить больше полбалла за доп-домашку. Сейчас. Или там просто шапка как бы неудаленная. Ну, шапка-то, конечно, неудаленная, да. Просто мы же никогда не техали до плесточки. Это правда. Не техали. Не знаю, сейчас нужно принять какое-то решение. Давайте не начинать. Есть возражения? Уже почти все затехано у Святослава. Но давайте уж тогда как написано, так и будем действовать. Если бы все решили, что это ошибка, значит, можно было бы сейчас решить, что это ошибка. Но раз уж написано, значит, будем считать, что такое правило действует. А можно вас попросить, пожалуйста, выложить прошлый файл? Да, хорошо, это я выложу, да, конечно. А у нас семинар будет онлайн, просто в Майнайсе стоит ссылка, и семинар зелененьким подсвечивается, что это консультация какая-то. Кажется, у нас семинары закончились, а чего будет в воскресенье, всего воскресенье, в пятницу, я не знаю. Может быть, действительно, консультацию устроим, если она нам будет нужна. А дальше решим, кто будет проводить, и придумаем, как онлайн, не онлайн. Ну, короче, если нужна будет консультация, я думаю, что кто-нибудь из нас, либо я, либо Никита, я думаю, готов будет приехать и проконсультировать. Окей, хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. По каким темам файл? Ну, в общем, по всем, которые были после Мидтерма. То есть, начиная с линейных систем, линейная система с постоянными коэффициентами, вот, и так далее, со всеми остановками. Включая последние три лекции? Ну, смотрите, значит, вряд ли я придумаю какую-нибудь задачку вот про ту конструкцию, которую я вам сегодня рассказывал, но, в принципе, дать задачку про подкову с мейла почему бы и нет? Ну, то есть, там, не знаю. Why not? По крайней мере, что-то несложное, я думаю, я могу придумать. Хорошо, спасибо. Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. До свидания. Продолжение следует...